Здравствуйте! Я приветствую вас из Канады. Сегодня у нас болталка на очень хайповую тему. Только ленивый блогер не снял видео на эту тему. И я тоже решила, что я блогер не ленивый, поэтому я буду тоже говорить на эту тему. Ну и я приоделась, соответственно, нарядилась, бусики, ногти голубые, в общем, чтобы соответствовать теме. Я надеюсь, что вы понимаете, что это я не всерьёз. Я надеюсь, что вы понимаете, что я не на полном серьёзе сейчас буду тут сидеть и раздавать советы, как выглядит дорого. Кстати, если вы слышите звывание, какие-то страшные звуки, то у нас там за окном какой-то ветер ненормальный. В общем, по-моему, сейчас он несёт крышу и вместе с домом мы куда-нибудь сейчас улетим, так что не пугайтесь. Тема «Как выглядит дорого». Более дурацкого вообще призыва или такого, знаете, вот вопроса я в своей жизни не слыхала. Мы вот, в общем-то, привыкли к этому, потому что у нас все-все-все ютюберы снимали на эту тему. И это название мелькает у нас в ютюбе постоянно. И мы привыкли к этому названию «Как выглядит дорого». И мы это уже воспринимаем как-то как, ну вот, ну, есть такая вещь, в общем, есть такая тема. На неё они говорят, записывают видео. И мы как бы уже, в общем-то, воспринимаем это как норму. Ну, если думаться вообще, как выглядит дорого. Чтобы что? Чтобы продать себя подороже? Или что значит «выглядит дорого»? Выглядеть красиво, выглядеть элегантно, выглядеть модно, выглядеть стильно, выглядеть как угодно. Но выглядеть дорого, потому что дорого – это определение вещи. Вещи бывают дорогие, сумки, платья. Женщина, которая выглядит дорого – это такой нонсенс, который вообще трудно, более, больший нонсенс, трудно себе вообще вообразить. Я хочу вот что сказать, во-первых. Сейчас я включу феминистку, коей я не являюсь, но иногда она у меня включается сама. Вы когда-нибудь видели видео о том, как выглядит дорого касательно мужчин? То есть, чтобы какой-то мужчина записывал видео для других мужчин, как выглядит дорого мужчине. Видели? Вспомните. Я думаю, что нет. И я не видела. И вот я хочу сказать, что это уже как бы о многом говорит. То есть, мужики могут выглядеть как угодно, но женщине дают советы, как выглядит дорого. Я хочу сказать, что я интересовалась, как бы поинтересовалась, откуда вообще-то всё взялось, откуда всё это пошло. Я должна сказать, что на англоязычном ютюбе, в принципе, тоже есть такие видео, как выглядит дорого, но они немножко имеют какое-то другое, немножко звучание, другое значение. Они больше направлены на то, советы, как выглядит дорого на бюджете. Именно вот касательно одежды. То есть, если у вас нет денег на очень дорогие вещи, на брендовые вещи, там, одежды, сумки и так далее, то вам дают советы, как выглядеть при этом так, как будто у вас деньги на всё на это есть. Это тоже очень спорная, как бы, тема. И зачем, и, собственно, кому пыль в глаза пускать, и для чего, собственно говоря, вот выпендрёшь весь. Но, давайте скажем, ну окей, ну, я ещё как-то могу это понять и, в общем-то, как-то оправдать. Это как-то ещё укладывается в моей голове. В русскоязычном же ютюбе эта тема разрослась до вообще таких советов глобальных. То есть, не только как одеваться, чтобы выглядеть дорого, а вообще как должна выглядеть дорогая девушка. Если она не делает вот это, это и это, и на ней нету этого, этого, этого и этого, то она, значит, выглядит как какая-то дешёвка, которую можно купить за три копейки на вокзале. Или что? Или как? В чём смысл? В чём идея? Я действительно пытаюсь вот анализировать и понимать. И я хочу вот просто, знаете, вот эти вот советы. Я смотрела эти видео несколько раз у нескольких блогеров давно, когда эта тема появилась. Но я вам хочу сказать, что эта тема появилась несколько лет назад. В то время, когда был всплеск феминизма в мире, набирала движение мету свою, входила в свою силу. В общем, всё вокруг разоблачались, раскрывались страшные, ужасные истории о неравенстве женщин. И женщины, в общем, начали бороться за своё равенство с утроенной силой. И тут бац, значит, на ютюбе выходит видео, как выглядит дорого. То есть, понимаете, даже сама формулировка «выглядеть» уже говорит о том, что это не то, что как чувствовать себя дорого, как ощущать себя, дорогой женщиной, как выглядеть. Это значит, как транслировать то, что я дорогая женщина, окружающему миру. Опять же, если задаться вопросом, зачем транслировать, что я дорогая женщина, я выгляжу дорого, чтобы кому-то пустить пыль в глаза подружкам, мужикам, которые, увидев, что вы, вот такая дорогая штучка, поймут, что мужик без денег к вам вообще даже подкатиться не может, потому что вы такая дорогая женщина, что вам мужчины рядом с вами сопровождать, вас должен такой же мужчина, который может, ну, потянуть вашу дороговизну. То есть, как бы, заплатить за ту цену, которую вы хотите, чтобы вы стоили. Что, опять же, повторюсь, я далека от феминизма, но вот эта вот постановка вопроса и вся вот эта вот ситуация, как бы, доводит меня на определенные мысли, что, девочки, а что вообще происходит, собственно, что мы делаем, да? И, значит, да, но перейдем к советам, к советам, которые, значит, как правило, в этих видео дают другие блогеры. Повторюсь, я за этого давать не буду, я буду, как бы, обзирать советы, которые другие блогеры дают девушкам, значит, поучают молодое поколение, чтобы они выглядели дорого. И, как мы гвоздем программы, всегда идут ногти, волосы, кожа, что там еще, зубы, ну, вот такой вот, вот этот вот, такой, значит, блок, комплект. Ногти, волосы, кожа, зубы. Давайте вообще начнем с того, что для того, чтобы иметь хорошую кожу, хорошие ногти, хорошие волосы и хорошие зубы, ну, за исключением, наверное, хорошие зубы, все остальное, не нужно, как бы, для этого много денег. То есть, есть такая ситуация, что если у вас хорошие волосы, они у вас хорошие, независимо от того, что вы, там, не вкладываете деньги в свои волосы, не вкладываете вы деньги в свои волосы, они у вас хорошие, могут быть от природы, и вы можете выглядеть дорого, прекрасно, не вкладывая никаких денег в свои волосы. А если у вас волосы плохие от природы, то, знаете, есть такое дело, вот, как мне кажется, что сколько в них ни пихай в облище, они, как бы, все равно не будут уж очень такие замечательные, прекрасные. Про нарощенные там шиньоны и про против парички мы вообще не говорим, потому что это первое ноу-ноу для того, чтобы выглядеть дорого. То есть женщины с нарощенными волосами выглядят дешево. И вообще все искусственное, вот ресницы, волосы, ногти, это все фу-фу-фу. Это вас выдает дешевизну. Но при этом волосы у вас должны быть хорошие, ухоженные, при этом свои, потому что нарощенные это фу. Ну, а если у вас от природы волосы плохие, редкие, не очень густые, тонкие, знаете, ну и разные есть волосы, то все, башки закрыты, девушка, дорого вы выглядеть никогда не будете, ваш поезд ушел, у вас нет шансов. Дальше, что касается ногтей. Ну вот я сама, видите, любительница. Дорогая женщина никогда не покрасит ногти в голубой цвет. По версии этих гуру стиля. Потому что дорогая женщина должна иметь либо ньют маникюр, значит бесцветный, либо ярко-красный. Ну и все, вот это два варианта и все. Я вам честно скажу, я очень люблю красный маникюр. У меня вообще маникюр, как правило, либо красный, либо темно-бордовый. Вот это два цвета, которые я обычно делаю. Я когда-то очень долго носила френч, прям несколько лет, потом он вышел из моды, и вообще он мне надоел. Мне, например, ньют не идет. Вот не идет мне маникюр цвета ньют, он как-то, ну не знаю. Но вот моему типажу очень хорошо подходит красный маникюр, красные ногти. Я, как правило, хожу в красных ногтях, что делает меня дорогой женщиной автоматически. После того, как я покрасила ногти в голубой цвет, потому что лето, потому что хочется чего-то, ну в общем, похулиганить, все, я перестала быть сразу дорогой женщиной и сразу стала дешевкой. Вот так вот покрасила ногти, поменяла цвет лака и каюк. Каюк, мой ценник резко упал. Сделали очень большой маркдаун мне с этими ногтями. Так что, богатые жентльмены, не приближайтесь к таким женщинам с такими ногтями. И это произошло через ночь, после того, как я смыла красные ногти и сделала их голубые. Советы про кожу. Опять же, родился с хорошей кожей, считай, что тебе повезло. Родился с плохой кожей, все. Есть несколько вариантов. Либо у вас получится ее исправить, либо нет. И если у вас не получилось исправить вашу плохую кожу генетически от рождения, то вы дешевая женщина и все. И ваши шансы равны нулю. То есть, вот, ничего у вас не получится, девочки. Хоть прыгайте, хоть подпрыгивайте, хоть красите ногти красный цвет. Хоть, я не знаю, делайте себе шикарную прическу. Если у вас хорошие волосы, но если у вас от природы плохая кожа, у вас нет шанса поймать мужика, который может заплатить тот ценник, которого вы заслуживаете. Так что лейте слезы крокодиле в углу и смотрите на нас, удачных и счастливых женщин, у которых от природы хорошая кожа. И мы стоим вот с такой вот, вот тут написано, миллион долларов. Зубы. Значит, что единственное, с чем я, наверное, соглашусь, это с зубами. Зубы действительно нужно держать в порядке, зубы нужно держать в, хотела сказать, чистоте, но здоровье. Зубы должны быть здоровыми, потому что это действительно здоровье. Зубы – это здоровье. Это как бы, тут без вопросов, но здоровые зубы – это не всегда зубы, которые выглядят, как подразумеваются в этих рекомендациях. В рекомендациях имеется в виду, что ваши зубы должны быть белые, должны быть видны издалека. То есть, в общем-то, сразу должно быть видно, что вы вложили какую-то тучу, кучу, кучу денег в свой рот. И теперь у вас все блестит перламутром, переливается и сразу выдает вас, что вы очень состоятельная, очень дорогая женщина, потому что с такими зубами бедные, дешевые женщины не ходят. А дешевые женщины ходят с зубами, которые не видно с космоса. Они видны только тем, кто подходит к вам близко, и вы улыбаетесь, и видны ваши зубы. Но с Марса их не видно. Поэтому вы, девушка, опять же, ваш ценник снижается, и вы в этой очереди не стояли. Отойдите, пожалуйста, подальше куда-нибудь и станьте в конец. И если вам какой-нибудь миллионер достанется, до которого не дойдут все красотки с унитазными зубами, до которого они будут разобраны более удачливыми, более богатыми мужиками, то вы с вашими не унитазными венерами, возможно, сможете как бы рассчитывать на какого-то мужичка, который согласится терпеть возле себя женщину с не очень белоснежной улыбкой, пусть даже здоровой, прекрасной, чисто хорошо пахнущей улыбкой, но не такой белоснежной, как положено по коду женщин, которые пытаются выглядеть дорого. Это что касается внешности теперь. Что касается одежды. Ну, тут вообще, конечно, значит, если на вас нет фирмы на фирме и фирмой погоняет, то вы как бы тоже, ваш номер 16, и вы должны стоять где-то там в стороночке, в уголочке, и тихонько ждать, и хватать то, что вам достанется. Значит, обязательно атрибут фирменная сумка, очки, часы Rolex. Вы должны транслировать какой-то, знаете, невероятный успех, невероятное богатство. Потому что если у женщины нет часов Rolex и сумки Chanel, это значит, что она не успешна, это значит, что она не умна, это значит, что она вообще плохой человек, это значит, что она не заслуживает ничего внимания, и никто вообще никогда не заинтересуется ей. И состоятельные мужчины, опять же, пройдут мимо, и вот они увидели сумку Chanel и побежали. А вот вы идёте без сумки Chanel, и всё. И ваш шанс равен нулю. Ну, в общем, там идея такая, что дорогая женщина должна иметь дорогие аксессуары, это дорогие очки, дорогие часы, дорогую сумку, значит. И вот если вы вот так вот, вот так вот выглядите, то всё. Можете считать, что у вас вытащили самый-самый роскошный лотерейный билет, и ваша удача у вас в кармане. А без сумки Chanel, в общем-то, вы как бы пролетаете. Какие ещё там давали советы? Я уже не помню. Ну, вот аксессуары дорогие, зубы, волосы, ногти. Что ещё? Я уже, честно говоря... Ну, в общем, там наборчик одинаковый у всех, и более или менее, и большой разницы нету. В этом наборе, значит, в том, как выглядит дорого, абсолютно-абсолютно не фигурирует. Совершенно не фигурирует, что вы, например, прекрасная хозяйка, замечательно готовите. Это тоже не видно с первого взгляда. Дорогая женщина совершенно не обязательно должна быть успешной. Дорогая женщина совершенно не обязательно должна быть умной. Потому что это ведь нельзя показать. Что ещё из таких нормально человеческих ценностей не фигурирует в списке дам, которые учат тому, как надо быть дорогой женщине? Ну да, карьера, образование, интеллект, начитанность, умение вести беседу, харизма. В общем, это всё не входит в список дорогой женщины. Потому что, ну, видимо, дорогая женщина не должна уметь общаться, не должна иметь образование, не должна иметь хорошую работу. Даже не то, что не должна. Наверное, это сразу делает её дешёвой, если женщина имеет хорошую работу. Если вообще работает, какая дорогая женщина вообще будет работать? Согласитесь, правильно? В общем, девочки, я надеюсь, что вы поняли, что это видео шутливое. И немножко такое стебусь немножко над теми, кто выпускает видео на эту тему. Мне кажется, сейчас их стало меньше. Одно время прям все-все-все-все их прям заполонили, заполонили эфир вот этими вот советами. Сейчас как-то поутихло. Всё-таки, видимо, феминизм шагает по планете. И, короче говоря, девчонки немножко, значит, стали думать о том, что, может быть, вешать на себя какие-то ценники. Это не самая лучшая идея. Вот. Надеюсь, что вам понравились мои антисоветы. Надеюсь, что вы будете следовать моим рекомендациям. Всё, девочки. Вот такая у нас сегодня была болталка. Такая сегодня была тема. Немножко шутливая, немножко такая прикольная. Люблю, целую. Увидимся скоро в следующем видео. С вами была ваша Дита из канала. Бай-бай.